Нашла на фрилансе видеомонтажера, который понимает, что я хочу и делает отличное видео. А затем, без предупреждения, он написал, что не будет доделывать заказ, так как устроился на постоянную работу, я в панике. Мне нужен готовый монтаж к определенной дате. У меня запуск онлайн-курса. Как быстро найти специалиста, который не разведет, не подведет самый ответственный момент. Классический вариант. Если вы думаете, что это такого не бывает и с вами не случится, у меня такое случается, периодичность такого раз в месяц. У нас в общей сложности где-то 50 работает, и очень много людей приходит, и некоторые уходят под разными, абсолютно разными причинами. Вот есть люди, которые банально уходят, потому что сломался ноутбук, сломался ноутбук – нечем работать. Есть те, кто просто забухали, вот банально забухали, да. То есть вот есть люди которые работали, идеально работали. Два месяца вообще, чуть ли не пыль сдувал, да. То есть и даже в выходные, и по вечерам, да, а потом начинает бухать. Это боль. Бухать, причем, более того, начинают просить авансы, потом пробухивает эти самые авансы, потом начинает, не понимает берегов, начинают звонить там по ночам, требовать там какие-то там преференции свои, угрожать там, да, вот это вот все, это вас все это ждет. Если у вас маленькая компания, то пока вы вот в таком формате. Но, что же здесь делать? Во-первых, надо быть готовым к тому, что люди не постоянны. И очень часто люди могут просто искать работу на время, но вам об этом не сообщать, потому что, если они сообщат вам о том, что они ищут работу на пару месяцев, перебиться пока там переезд, либо пока они ищут другую работу, вы же их не возьмете? Не возьмете. Еще момент такого плана есть в том, что люди нашли более выгодное предложение, то есть вы мало платите, ну, по их меркам, и кто-то другой тоже платит больше. Тоже бывает такая ситуация очень часто, да, то есть вы очень, может быть, увидите этого монтажера у конкурента. Почему? Потому что, если вы где-то неправильно обмолвились, ваш конкурент, зачем ему растить, искать монтажера, искать кого-то еще, показывать ему все, если он возьмет уже готового теплого и даст ему на 100 долларов больше, чем вы. Это тоже практика, тоже классика. Почему? Потому что, как бы, здесь проблема в чем? Что вы начинаете этому монтажеру объяснять все лично. Вы начинаете с ним мозговые штурмы там по вечерам, вы начинаете с ним обсуждать в скайпе, в вайбере, в телеграме, где угодно, как вы видите, что видите. Вместо того, чтобы формировать в ваше ТЗ специальные документы, чтобы были какие-то технологические карты, чтобы были сценарные планы, чтобы были монтажные листы. Но это долго, дорого и непонятно. У вас же есть тот человек, которому вы доверяете, который понимает вас в под слово. Но очень часто, очень часто, так бывает в жизни, они уходят, они бухают, они умирают, они уезжают, их жена требует, чтобы он отвлекся от компьютера, перешел на нормальную работу. Такое тоже бывает. Или они просто выгорают. И вот здесь, в вашем варианте, надо, чтобы у вас был монтажный лист, чтобы у вас было понимание того, что люди, они уходят. Люди уходят, и это нормально. Вот смотрите, мы, давайте я на своем примере. У нас над проектом всегда работают два человека, два монтажера. Почему? Во-первых, так мы спим спокойней, когда один монтажер зашивается, либо заболел, либо забухал, у нас, получается, есть ему замена, и заказчик, как правило, даже не понимает, что делает другой монтажер. Еще момент, нас это очень сильно мотивирует работать, потому что мы должны, у нас монтажеры на зарплате, и мы должны постоянно искать какую-то работу, чтобы они от нас не ушли к другим, и нам тоже это тяжело. Но, то есть мы так себя обезопашиваем, но при этом у нас не, мы можем заменить одного монтажера на другого буквально за два дня. За два дня, потому что у нас расписано, куда ставится, что ставится, папочки. Очень часто ваши монтажеры уходят вместе с вашими файлами, они уходят вместе с вашими документами, эти монтажеры уходят вместе со всем, что вы там нажида, непосильным трудом, и вы даже не знаете, где его искать. Это хорошо, когда он вас предупредил, есть еще классные спецы, которые говорят, у меня есть там неделя, или там две, давайте закруглим проект, давайте я передам новому, да, обычно они просто уходят и все, они отвечают. Понимаете, это минусы удаленки, это минусы фриланса, это минусы вот этой вот работы, когда люди, они живут в парадигме, понимаете, а что вы им сделаете? Вот у него оплачена там вся работа, вот он ушел от вас, и что? Вы что, по статье его уволите или что? Да ничего не сделайте, потому что это минус фриланса, и здесь, если вы не защищены, то это ваша проблема, это ваша головная боль. Что делать? Что рекомендую? Первое, это всегда надеяться на то, что он может уйти, это не паранойя, это безопасность. Второе, это найти компанию, вот очень важно, найти компанию, которая может в случае чего заменить человека и продолжить его работу. Компания дорого, но чтобы у вас не простаивало, потому что очень часто вы начинаете, потом у вас три месяца перерыва и ручки опускаются, мотивация пропадает, и это плохо. Ну и третье, это не пытаться самой, вот самая большая ошибка, то есть люди начинают садиться, такая, ай, я сама, идут на курсы, там, монтажёра, у меня клиент был, пошла монтаж изучать, господи, какой там монтаж, там знаете, там, как семнадцатый год, такие, там, типа, там, фотографии, там, такие, там, слайд-шоу такое, ну, прям колхоз колхозом, я же молчу, это же ее видео, я говорю, ну, да, на любителя, а че, нормально, как бы, для первого раза хорошо, а у самого обнять и плакать.